Здравствуйте, дорогие участники! Я очень благодарю Бога за то, что дал время проводить вместе с вами, с христианскими лидерами по всему миру. Мы каждый день испытываем Бога в своей жизни. Иногда мы с Богом сталкиваемся. Иногда мы пребываем в Его любви. Да, хотя муж и жена любят друг друга. Также они очень часто ссорятся. Иногда они спорят. Иногда жертвуют собою. Да, кажется, что между нами и Богом есть такие же отношения. Я очень благодарю Бога за то, что можем провести время вместе с христианскими лидерами, которые жертвуют собою ради Евангелия. И мы встречаемся и общаемся вместе. Да, это расширяет наши возможности. И уверен, что через это время наши сердца приближаются к Господу. Да, сегодня мы прочитаем третью главу Деяний. Третья глава будем читать с первого стиха по десятый. Это история о Петре. Петр любил Иисуса Христа больше всех учеников. И он был самым возлюбленным учеником. И он также любил Иисуса. Но там было колебание между Петром и Иисусом. То есть, Библия говорит нам об отношениях между нами и Иисусом. Я прочитаю с первого стиха. Петр и Иоанн шли вместе в храм час молитвы девятой. И был человек храмой от чрева матери его, которого на селе сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих храмов. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказал, «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял. И вдруг укрепились его ступни и колени. И, скачив, стал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя, и скача, и хваля Бога. Весь народ видел его ходящим, и хвалящим Бога. И узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни. И исполнились ужаса и изумления от случавшегося с ним. Я время от времени бываю в Штатах. Да, там проживают мой сын и мои внуки. И в году я бываю раз или два в Америке. Но я не могу сказать, что я знаю всю Америку. Конечно, я испытывал в Соединенные Штаты. Я там поел немного. Конечно, я там провожу вместе с моими детьми время. Возможно, я знаю одну тысячную часть или одну десятитысячную часть Америки. Хотя Петр следовал за Иисусом и служил Ему. Но не может сказать, что он знает всего Иисуса. Да, это касается нас с вами. Да, насколько мы знаем Иисуса. Настолько мы и приближаемся. Настолько и вера наша растет. Чем больше наша вера, чем живее Иисус Христос действует в наших сердцах. Да, Петр встречался с Иисусом Христом, когда ловил рыбы на Галилейском море. Он всю ночь ловил рыбу. Но он не смог поймать ни одну рыбу. И тогда Иисус сел на лодку Петра и попросил немного отплыть от берега. И стоя на лодке, Иисус Христос проповедовал Слово людям на берегу. Да, Он взял эту лодку ненадолго и использовал. Но я не думаю, что Он заплатил за аренду. И Он сказал Петру, да, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Почему? Да, как будто бы Иисус сказал рыбам. Да, вы меня не поймете. Да, отплывите на глубину. Может быть, Иисус Христос так сказал. Но рыбы уплыли на глубину. И оказалось, что Петр, он лучше, чем Иисус Христос в рыболовстве. И ему показалось, что Иисус Христос ни разу даже не кинул сети. Да, Петр хорошо знал толк. В рыболовстве он все это хорошо понимает. Но этот Петр да, будет учиться у Иисуса Христа, который ни разу не ловил рыбы. Вот в этом мире, в котором мы живем, мы живем в том мире, который образован руками Иисуса и Бога. Если любой из нас узнает о Боге, если человек познает любовь Бога, который любит Его, тогда он может стать намного ближе к Богу. Когда ребенок растет, иногда, порой, он может быть непослушным к своим родителям. Это правда? Возможно, за это родители его будут ругать, наказывать. Но он так как отец сильно любит своего ребенка. И, конечно, дети, конечно, с одной стороны боятся своего отца, но и любят с другой стороны. Да, это касается и веры нашей к Богу. Мы очень часто бываем непослушными. Очень часто мы совершаем беззаконие. Очень часто мы ослушиваемся. Очень часто мы лжем. И когда этот факт становится намного яснее, яснее, хотя мы недостойные люди и слабые, но мы можем принять любовь отца. И мы можем получить благодать от отца. И мы можем получить все от отца. Да, такое происходит и в отношениях между супругами. Да, муж полюбил жену и женился на ней. Ну и также супруги больше всех ссорятся друг с другом. Хотя они любят больше всех друг друга. Они любят друг друга и жертвуют собою. Да, супруги ведь обещали друг другу, что всю жизнь они проведут вместе. Но они часто ссорятся. Есть разница между ними. Если мы немного подумаем о таких отношениях. Да, даже если я ошиблась перед мужем. Да, я погладила и немного поджигла рубашку. Но ведь нет никакой необходимости разводиться из-за этого. Ой, прости меня, дорогой, я куплю тебе новую рубашку. Этого достаточно ведь. Хотя, дорогие, у супруг есть разные слабости, но они могут стать ближе. Сегодня мы собираемся говорить о Петре и Иисусе. Петр больше всех людей любил Иисуса. Но и так же Петр много раз ошибался перед Иисусом. Он три раза отрекся от Иисуса. Правда? Хотя он был готов отдать все, что он имел ради Иисуса. Да, тут стоит Петр. Но он спотыкается постоянно из-за того, что он предал Иисуса Христа. Я три раза отрекся от Него. Да, и как я могу быть учеником Его? Да, я не достоин быть учеником. Да, к нему пришло однажды такое осуждение. И Петр думал, да, после того, как Иисус умер на кресте, и за третий день, за три дня Он воскрес, Иисус Христос появился в комнате, где были ученики. Вот тогда Петр как должен был поступить? Ой, Иисус, Ты воскрес, я рад Тебя видеть. Благодарю Тебя. Ой, наш Господь пришел к нам. Да, Он должен был так сказать. Но Петр не смог сказать так. Да, потому что он чувствовал давление в своей душе. В тот день, когда люди арестовали Иисуса, все ученики убежали. Но Петр и Йоанн тайно следовали за Иисусом. Да, люди, когда забрали Иисуса в дом Анны, в честь Кайяфы, Йоанн прекрасно знал этого священника. Да, потому что раньше он ходил туда в гости. И там была служанка, которая хоронила дверь. И Йоанна пропустили. И Йоанн там увидел. Увидел Петра, который стоит во дворе и не может войти в дом. И Йоанн сказал служанке, которая старожила. Я могу взять еще одного человека с собой? Да, конечно. И Петр тоже пришел. И Йоанн говорит Петру. И служанка вдруг, взглянув на Петра и говорит, слушай, а может быть ты ученик Иисуса Христа? И Петр говорит, ты о чем говоришь? Я такого не знаю. Ты уверен? Да. И они вошли вовнутрь. возле костра они стояли. Да, они грелись там у огня. И вдруг люди говорят Петру, он должен быть ученик Иисуса. Нет, нет, я такого человека не знаю. Петр три раза отрекся от Иисуса. И тогда пропил петух кукареку. И Петр услышал пение петуха. услышал как поет петух и вспомнил слово Иисуса Христа о том, что ты отречешься от меня трижды перед тем, как пропоет петух. И Петр вспомнил и он выйдя вон горько плакал. Ой, Господи. Да, какой грех я совершил. Я отрекся от Иисуса. Ему было очень печально. петуха. Да, потом Иисуса пригвозили ко Кресту. И в третий день в пещере Он воскрес. И Петр ходил в пещеру, где лежал Иисус. Да, и оказывается, выяснилось, что Иисус Христос ожил. Площаница, которая вернула Иисуса Христа, там лежала. И зачем? Он находился с другими учениками и Иисус Христос к нему подошел. И он должен был подбежать к нему и сказать, Иисус, ты наконец-то, ты воскрес, ты жив. Но Петр чувствует давление. Я три раза передал Иисуса. И он не мог выступить перед Иисусом. Да, он бы хотел подбежать к нему, взять за руку и сказать, о, Иисус, должно быть, тебе было больно. Но Петр ничего не смог сказать. И потом Иисус ушел. И Петр начал думать, да, как может кто-то вроде меня быть учеником Иисуса? Нет, я его не ученик. Да, я слишком был активным. Да, как я могу быть учеником Иисуса? Нет, я не ученик. Нет, я не могу быть его учеником. Да, как я могу стать учеником Иисуса? Да, он начал себя очень сильно осуждать. И он говорил ученикам другим. Ладно, пойду ловить рыбы. И вернулся в прошлую жизнь. И хотя Петр очень сильно переживал, но как бы он ни думал, он решил, что не может быть учеником Иисуса больше. Да, говорят, что всяк сверчок знает свой шесток. Да, я же ведь рыбак, я должен ловить рыбы, но он не смог поймать ни одну рыбу. И рано утром он встретил Иисуса Христа, как это было впервые. Ты поймал много рыбы? Нет, у нас нет ни одной рыбы. Закиньте свои сети по правую сторону лодки. И они закинули по правую сторону. И они поймали множество рыбы. И только тогда Петр узнал Иисуса. И он оставил лодку, приплыл к нему. И взглянул на Иисуса. И Иисус жарил на огне хлеб и ожидал Петра. Да, они проголодались, но ничего не мог сказать. И они поели вместе с Иисусом. И после того, как поели, Иисус спрашивает у Петра «Йоанн, Симон Йонин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Люблю ли я Иисуса? Люблю ли Иисуса? Если я люблю Иисуса, то почему я трижды отрёкся от Него? Но как бы он ни подумал, была вещь, которую он не мог стереть из своей души. Пётр точно любил Иисуса. Но Пётр не мог сказать уверенно, что он любит Иисуса. Да, он уверенно сказал, «Даже если мне надлежит умереть с тобой, я не отрекусь от тебя». Но теперь Пётр смолчал. «Господь, Ты знаешь, что я люблю тебя. Господь, Ты знаешь, что я люблю тебя. Паси моих овец». Да, будешь пасти моих овец. Да, тем утром они провели такое время. И когда я подумал об этом, вот в душе Петра была любовь к Иисусу Христу. И даже из-за того, что он предал Иисуса, он осуждал себя. Да, это было так. Но сатана убрал эту любовь к Иисусу Христу назад. И он постоянно начал показывать и акцентировать на то, что Пётр отрёкся от Иисуса и сказал, «Какой ты ученик Иисуса Христа? Как ты можешь любить Иисуса? Ты же его?» Да, может быть, раз, два, вот ты аж три раза отрёкся от Иисуса. Да, этими словами он давил на душу Петра. И как бы он ни подумал, да, Пётр понял, что недостоин быть учеником Иисуса, и поэтому вернулся на Галилейское море, чтобы ловить рыбы. Но потом Иисус Христос пришел к нему. А сейчас сатана Петру сказал, «Ты отрёкся от него аж три раза впереди Иисуса. Ты сказал, что него не знаешь. Ты не можешь быть учеником Иисуса, ты всего лишь рыбак. А ну, пойди, лови рыбы просто. Ты не можешь быть учеником Иисуса». Петр так говорил Петру. А что сказал Иисус Петру? Любишь ли ты меня больше, нежели они? Да, Петр не мог отречься от того, что он любит Иисуса. Но Иисус снова вызвал любовь Петра к нему. А Сатана сказал, ты отрекся от него. Как ты можешь быть учеником Иисуса? Тебе тут нечего делать. Пойди, лови рыбы. Ты рыбак всего лишь. Дорогие служители, вы чем-то похожи на Петра? Как вы думаете? Это так? Да, это так. Ну, это не проблема. Да, Петр трижды отрекся от Иисуса. Он согрешил. Но конец был положен этим грехам на кресте. И после этого грехи сразу были пригвождены, поэтому он очистился. Да, иметь одну любовь к Иисусу. как вы думаете? Но Сатана все время говорил Петру, нет, это не ты, ты не можешь. После того, как я стал пастором, и перед многими людьми, я проповедовал Евангелие. сначала очень сильно страдал из-за грехов, читая Библию и обещания в Библии. Кремлянам 3 глава 23 и 24 стихи. Это было удивительное слово. Все согрешили и лишены славы Божьей. Но искуплением во Христе Иисусе по благодати даром мы приобрели оправдание. В 2012 году мы в Гане провели лагерь. И в тот день мы встретились с президентом страны. Мы с ним встретились я замечал, что его душе есть много трудностей. президент президент Ганны сказал мне меня люди признают как самого верующего президента страны. но но я согрешил. Мой врач давно занимается лечением моим, но я не поправляюсь, наоборот, состояние моё ухудшается. Да, когда я сегодня утром встал, то подумал, что больше пяти дней я не смогу жить. Да, у меня нет других проблем, но я согрешил, так как являюсь человеком, но я не смог получить прощение грехов. Поэтому мне страшно, он сказал. Да, и президент был очень простым и чистым, как маленький ребёнок. Он был очень кроток и серьёзным человеком, даже это меня затронуло. В наше время многие люди посвящают церковь, но в церкви люди учат, что они грешники. И я тоже вырос в такой церкви. Но в том году, когда мне исполнилось 19 лет, я, конечно же, считал себя грешником. Простите, что я говорю так. Я много-много воровал. Да, в те времена в Корее была гражданская война, и многие мужчины погибли на войне. Да, и в стране осталось очень мало трудоспособных людей. Поэтому женщины и дети работали на полях, занимались сельским хозяйством, и мы каждый день голодали. И со временем я очень сильно голодал. Поэтому я срывал пшеницу на чужом поле и ел. и украл чужие яблоки. Я совершал такую кражу. Да, я был большим грешником. Да, я был грешником. Но когда я читал Библию, я прочитал третью главу послания к Римлянам, 23 стих. Написано, «Все согрешили и лишены славы Божьей». Да, я был точно грешником. В 23 стихе сказано, что я согрешил, и поэтому я лишен Бога, славы Божьей. Но когда мы прочитаем 24 стих, который написан «Рядом», «Искупление во Христе Иисусе по благодати Его даром мы приобрели оправдание». Перед тем, как я узнал о Библии, я совершил ни один, ни два греха. Каждый день я воровал и лгал. Поэтому я понимал, что являюсь грешником. И считал, что я грешник. Но в Библии, в Кримлянам, 3 глава, 24 стих, да, не говорит, что я не согрешал. Да, стих говорит, ты согрешил. Однако, Христос омыл твои грехи. Поэтому ты чист. Ты свят. Ты праведен. Потому что все твои грехи омылись. Я встал лицом к лицу с Богом. Господь, я грешник. Нет, ты праведен. Нет, нет, я грешник. Ты чист. Да, Бог сказал через третью главу 24 стих, послание к Кримлянам. Назвал меня праведным. Праведным. Говорит, что мои грехи омылись. Это не за мои усилия, старания. Но по благодати. Даром. Я получил оправдание. По благодати Божьей. И мы должны стоять перед этим словом. Вот. Мы должны стоять. Во второй главе Евангелия от Йоанна не хватило вина на брачном пире в Кане. Иисус сказал, наполните водоносы водою. И почерпнули воду служители и наполнили водоносы водою полностью. Иисус сказал, почерпните и несите к распорядителю пира. Но когда Иисус сказал, наполните водоносы водою. Да. Конечно, слуги должны были наполнить водою. А когда Иисус Христос говорит, почерпните эту воду и несите к распорядителю пира. И тогда слуги сказали своей душе, нет, это просто вода. Мы должны отнести ему вино. Может быть, из-за этого они нас побьют. Их мысли отличались со слова Иисуса. Да. Но что есть важное для нас? Это не только касается Петра. Не только касается слуг. Да. Все верующие в Иисуса Христа мы проходим через такую проблему. Да. Очень простыми словами. Да. Так как я согрешил, поэтому это правда, что я грешник. Я согрешил. Я много раз обманывал. Я много-много раз согрешал. Да кто бы не посмотрел, я являюсь грешником. Я грешник. Это правда. Но Иисус Христос называет меня праведным человеком. Да, Библия говорит, что мои грехи омылись. Иисус Христос меня оправдал. Поэтому я спорил с Богом. Бог говорит, ты праведен. Нет, Господь, я грешник. Нет, ты праведен. Нет, я грешник. Нет, нет, ты праведен. Нет, у меня много грехов. Был такой спор. И в этот момент, если Бог победит меня, я становлюсь праведным человеком. А если я побеждаю, то остаюсь грешником. Правда или нет? Библия точно говорит нам. Не просто так. Из-за всей нашей грехи, которую мы совершили. Иисус Христос искупил нас, искупил наши грехи. Да, Он освободил нас от грехов. Поэтому это правда, что мы оправдались. Поэтому Бог нас называет праведными. Но самое главное, это выбор верить своим мыслям или Слову Бога. Вот, по моему мнению, я совершил кражу, лгал, совершал плохие вещи, совершал разные грехи. Поэтому я грешник. Но Бог говорит, нет, ты оправдался. Без заслуг. Без дел. Просто меня оправдал. Перед тем, как я узнал Кремля на третью главу 24 стих, я согрешал и считал себя грешником должностной. И я назвал себя грешником. Но, прочитав 24 стих, написано, что мы получили оправдание. Так, что правильно, Слово Божие или мои мысли? Да, если мы говорим, что грешники, то на что это похоже? Да. Мы все получили прощение греху. Да, судья скажет, ты не виновен. Декларировал судья, ты не виновен. А он приходит и говорит, нет, нет, я преступник, я грешник, я должен пойти в тюрьму. Пожалуйста, посадите меня в тюрьму. Вот то же самое. Если Бог называет нас праведными, Он не просто называет нас праведными, так как Христос нас искупил, так как Он был пригвожден. так как Он получил наказание за наши грехи. Да, Иисус заплатил за ваши грехи. Ваши грехи омыты. Один раз в полицейской из полиции оправили извещение. Да, меня остановили за превышение скорости, но вы не заплатили штраф. А я точно помню, что заплатил штраф. И поэтому я уверенно сказал полицейским, я заплатил штраф. я могу найти у себя дома. И там должна быть печать. Да, я сказал, я вас не оставлю в покое, потому что вы подтверждаете, что я не оплатил штраф, хотя я вам заплатил деньги. я вернулся домой. Я обыскал весь дом. Но я не могу найти этот чек. Поэтому не было выбора. я пошел и снова оплатил штраф. И потом я начал хранить все чеки. Да, чек, который говорит о том, что Иисус Христос умер за нас, за наши грехи, это следы на его руках. И рана на ребрах его. Это есть чек. И та же следы на его голове. Это чек, который свидетельствует о том, что наши грехи омылись. Дорогие, все же вы назовете себя грешниками? Ведь Бог сказал, что вы оправдались. Все же назовете себя грешниками? Вы все же грешники? Так что, Иисус Христос умер напрасно? Он что, не омыл все наши грехи? Ответьте, пожалуйста. Он омыл наши грехи. Он омыл. Нас слишком долгое время обманывал сатана. Вы раньше тоже называли себя грешниками? так ведь? Если мы грешники, то значит, Иисус провалил свою миссию на кресте. И сатана обманул нас в душе мыслях. Поэтому мы назвали себя грешниками. Но Библия нам говорит искуплением искуплением во Христе Иисусе по благодати Божьей даром без всяких дел наших получили оправдание. Что это означает? Бог говорит «Оксупак, ты праведен, ты чист. Баб Джозеф, ты тоже праведен, ты чист». Достаточно, если Иисус так сказал. Что вам еще нужно? Что нам еще нужно? Что нам еще нужно? Нам ничего не нужно. Да, я доволен. Только имея кровь Иисуса. Умирая на кресте. Иисус замол все наши грехи. Кремлянам 4 глава 25 стих. Как написано в Библии? Иисус предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Он умер на кресте за наши грехи. и своей смертью омел все наши грехи. И для того, чтобы свидетельствовать о нашем оправдании, Он воскрес. Посмотри на раны на руках. Посмотри на ребрах раны. Посмотри на моих ребрах раны. Посмотри на моей голове следы от чернистого венца. Посмотрите на мою спину на эти раны. да, я положил конец наказанию за твои грехи. Дорогие, вы знаете, почему я проповедую это слово? Я однажды задумался. Наверное, Иисусу Христу очень обидно. Он проливая свою кровь, омыл все наши грехи на кресте. Но если люди скажут, Господи, мы грешники, пожалуйста, прости наши грехи. Люди каждый раз идут в церковь и говорят такие слова. Иисусу очень больно на душе. Это разрушает его сердце. Ему должно быть очень обидно и больно. Конечно, нас мучает наша совесть за грехи, но Библия говорит нам, что мы все оправдались, что мы очистились, что мы получили оправдание. Мы должны верить этому слову. И Петр из-за греха, который он предал Иисуса, и он не смог противостоять своей совести, и поэтому вернулся на Галилейское море, чтобы ловить рыбы. Петр и Иисус проведал Петра. Он поехал сам на море. Да, и он лично подошел к нему и сказал, что все твои грехи прощены. Иисус не говорил, что он вспоминает грех Петра. Просто спросил, любишь ли ты меня, нежели этих людей? Да, паси моих овец. Тогда Петр сказал, так как я отрекся от Иисуса, поэтому не достоин быть Его учеником. Поэтому он приехал на Галилейское море, чтобы ловить рыбы, а Иисус говорит, ты достоин, ты будешь моим учеником, стань моим учеником, ты ученик, ты мой пастырь. Да и Петр сомневался, я все правильно понял. И поэтому три раза Иисус повторил Свои слова, паси моих овец, будешь пасти моих овец. Любишь ли ты меня больше, нежели они? И кровью Иисуса на кресте. Он омолил грех Иисуса Петра. Он получил прощение. И тогда он понял, вот оно что. Я омыт. Ой, зря меня обманывал сатана. И он храбро начал нести Евангелие людям. В пятидесятнице Дух Святой сошел. Дух Святой сошел и на Петра. Если бы у Петра были грехи, то Дух Святой не мог бы стоить на него. Но Иисус простил Петра за то, что он отрекся всей грехи он был. Аминь. Поэтому Петр праведный. И я поверил в такого Иисуса. И теперь в душе Петр слышит слова Иисуса. Будешь спасти моих овец. И поэтому в Пятидесятнице Дух Святой сошел на них. И он громким голосом проповедовал Евангелие. И многие люди вернулись к Господу. Теперь сердце Петра объединилось с Иисусом. Он недавно говорил «Я грешник, я предал Иисуса, я недостоин быть учеником Иисуса». Разве Петр грешник? Нет, конечно. Да, потому что Иисус заплатил за все грехи кровью. И поэтому Бог пребывает в нем. Мы не должны колебаться за свои грехи. Мы должны радоваться и благодарить Господа за то, что Он простил наши грехи. Аминь. Да, мы должны быть смелыми. Мы должны кричать, что кровью его омылись все наши грехи. Да, мы неправильно понимали. да, грехи омылись. Да, вот что сделал. Но удивительно. Бог начал работать в нас. Да, были времена, когда я находился в трудностях и бедности. продовольствие закончилось. Да, брикеты тоже закончились для отопления и не было денег. И когда я женился, да, однажды я поехал к своей чуще. И знаете, до этого что со мной произошло? Меня одна семья пригласила к себе в гости и после общения я ночевал у них. Я вошел в баню, чтобы умывать свои ноги. Мои ноги были грязными и черными. Я подумал, почему же мои ноги такие грязные? Я быстро их умыл. И оказывается у меня появилась дырка на туфлях. Да, потому что в те времена я больше ходил пешком, чем ездил на машине. Поэтому дырки появились на туфлях. Да, они износились. И поэтому я просил у Бога новую пару туфлей. в городе Куча я познакомился с одним учеником школьником. И после того, как он получил прощение грехов, он очень часто ходил со мной. Это было перед тем, как я женился, до того, как я женился. И однажды этот школьник, этот молодой человек, мне написал письмо и оправил посылку. Да, к тому времени ему присвоили офицерское звание в армии. И в армии ему выдали новые туфли. Но у него уже были другие туфли. И он вспомнил обо мне и отправил мне свои туфли. но он не знает, какой у меня размер. И письме он написал, что я хочу, чтобы эти туфли подошли вашему размеру. Да, он направил такую посылку с письмом. И прочитав письмо, я открыл ящик, коробку, и я сказал людям вокруг, вот эти туфли точно подойдут мне. Потому что хотя это брат не знает какой у меня размер. Но Бог точно знает мой размер. Да, они подойдут. Эти туфли были мне впору. Да, хотя это брат мне отправил посылку, но я был уверен, что Бог мне подарил туфли. Да, я во всем уповал на Бога. и до свадьбы мы с моей женой приехали в гости к Чоши, чтобы познакомиться с ней. Да, так как у меня были трудности и Чоши знала прекрасно как я живу. И она спросила, как вы собираетесь жить дальше? И поэтому я сказал, я до сих пор уповал на Бога и жил верою. Но что говорит Чоша? Да, ты живешь сейчас один. Если ты поженишься, у тебя будет жена, и у тебя будут дети. Вот тогда как ты собираешься жить? То есть это было очень сложное испытание Чоши. Я ей ответил. Да, я просил у Бога и Господь восполнял все мои нужды. Когда я молился и просил у Бога рубашку или брюки, он давал мне или перчатки, носки. когда я прошу туфли, носки, он не дает мне только один носок, он дает парами их, носки парами дает, и перчатки парами. Почему? Потому что Господь знает сколько у меня рук, сколько у меня ног. А сейчас я один. Но если мы поженимся и нас будет двое, то Господь узнает об этом. И когда у нас родятся дети, если нас будет трое или четверо, Господь узнает об этом. И таким образом я прошел испытание моей тещи. Мы поженились и родилась самая красивая дочка в мире Энсук. И после того, в следующем году, когда у нее был день рождения, мы переехали в Тегу. Мы были там очень бедными. И должен был быть корейский Новый год. и Чоша приехала к нам домой за месяц. И каждый раз, когда она приходит к нам в гости, она берет с собой все, что у нее есть. Она берет все свои деньги. И она тратила на нас все деньги, даже на проезд. деньги закончились. Да, мы были в трудностях. Я ночью не спал и просил у Бога, после завтра у нас будет корейский Новый год. Господь, пожалуйста, дай нам еду, дай нам денежные средства. И потом я вышел на улицу проповедовать. Целый день я проповедовал людям. Но Господь не дал мне ни копейку. И ближе к вечеру я прошел длинный путь, чтобы добраться домой. И взглянул на лицо моей жены. У моей жены есть несколько хороших сторон. Она очень хорошо выражает свои чувства. Она не может скрыть свою радость. Она всегда показывает и выражает свою радость. И в тот день, когда я вернулся домой, взглянул на лицо моей жены. Да. И это было очень тихо. То есть если бы она что-нибудь поела, то она бы об этом сразу рассказала. Да, Господь дал мне еду. Но я понял, что она голодала. И у нас не было угольных брикетов. И сказали, ну давай будем спать. и мы поселили все одеяла. И когда мы ложились спать, и кто-то нажал на звонок. И подошла какая-то женщина. Поэтому моя жена вышла к ней. И у двери они стояли и о чем-то разговаривали долгое время. А я ждал ее. И через некоторое время она ушла, а жена пришла ко мне с конвертом руки. Вот тогда впервые начали выпускать купюры десятитысячные. То есть это были большие деньги на то время. Моя жена пришла с святеньком вертом. Ей рассказала мне. Да, что она мне сказала? Та женщина работает профессором в университете, и она посещает нашу церковь. И завтра наступает корейский Новый год. И этим вечером муж поехали к нему домой. А она из-за работы осталась дома. И она сделала уборку по всему дому. И потом она поужинала. И так как это был последний день этого года, молитву. И поэтому она хотела прочитать итоговую молитву. Да, она хотела помолиться. И в душе Бог постоянно пробуждал. Эй, ты отнеси пастору Пак деньги. Постоянно она слышала такой голос. Боже, я не знаю, где живет пастор Пак. И это уже поздно. Завтра утром я ему отнесу деньги. Она снова начала молиться. Она не могла продолжить молиться. Несколько раз она молилась, но у нее ничего не получалось. Поэтому положила деньги в конверт, положила сумку и просто вышла на улицу. Она прошла одну дорогу, потом прошла через большую дорогу. И вдруг прошел мимо один брат. «Ой, братли, братли, здравствуйте, как вы поживаете? Вы знаете, где живет пастор Пак? Да, я знаю». И таким образом она пришла к нам и передала деньги. и мы очень сильно благодарили Бога. А чуша плакала. То есть она видела, как Бог помогает нам. Мы обрадовались женой. Да, мы пошли в магазин и купили там еду. Да, моя жена была очень голодна, поэтому ела все подряд. Я не могу забыть это время. Да, конечно, нам было тяжело, но Господь в каждой мелочи помогал нам. И когда моя жена родила, у нас не было ни одной копейки. Если я звонил в церковь, то казалось, что помогут. Но я хотел уповать на Бога. я не хотел надеяться на человека. Я ждал Бога. И в 11 часов ночи у него начались колики. У нас не было денег, чтобы попасть в больницу. У нас не было ни одной копейки. И поэтому мы помолились Богу. Господь, как нам быть в такой момент? И наступила ночь, и мы впервые узнали. Знаете, есть цикл боли у моей жены. И знаете, цикл очень быстро ускоряется. И рано утром мы думали, переживали, а что делать, если ребенок выйдет наружу? И я хотел об этом сказать какому-нибудь дьякону, и нам казалось, что они помогут нам. Но Господь, мы хотели ждать Бога, и солнце поднималось, род рано утром одна женщина пришла к нам в гости. Хотя она не знала, где мы живем, но нас просила у людей и пришла к нам. Да, она только неделю тому назад пришла к нам в церковь и получила прощение греков. Да, и рано утром она пришла, чтобы поговорить с моей женой. Она зашла в комнату и увидела, что у моей жены колики начались. Она сказала, знаете, пастор, я раньше работала в Пусане в поликлинике Ильшим в акушерстве. Эта больница очень известна акушерством. Да, поэтому я акушерка. Подождите немного. И как спортсмен она быстренько побежала куда-то. И она принесла сумку. Как только она пришла, сын родился у меня. Я очень благодарил Бога. И она замечала, что в кухне у нас ничего нет. Поэтому она пошла в магазин купила рис. Купила водоросли, потому что корейцы после родов пьют суп из водорослей. Купила говядину. И в 10 часов мы смогли позавтракать. Очень сильно благодарили Бога. Да, вот как Господь живо действует. И поэтому говорю моему сыну, вот ты родился и ты нам накрыл стол, вкусный стол. Да, если бы тебя не было, мы бы голодали в тот день. Конечно, мне больно, что моя жена голодала, несмотря на то, что у нее были роды. Но Господь в точности вел мою жизнь. Я никому не говорил, что у меня есть трудности, что дайте нам, одолжите нам деньги. Я никогда такого не говорил. Но удивительным образом Господь вел нас, воспитывая сына, воспитывая дочь. Я очень благодарю Бога. так как мы занимаемся Божьими делами. Поэтому я вижу, как Господь открывает дороги. Весь мир испытывал трудности в этом году из-за коронавируса. Я прочитал Библию. Да, были времена, когда в Израиле были трудности. и Господь усмирял наши сердца. И всегда это все обращал во благо. Иосиф стал рабом в доме Патифара, попав в Египет. И из-за лжесвидетельства жены Патифара он оказался в темнице. Но благодаря этому Иосиф стал правителем. Да, ему было хорошо, что он стал примером. Но он спас египтян от голода. И он совершал великие дела, спасая свою семью от голода. Да, Секиллах сгорел. И всех жен и детей забрали. Но и потом произошли удивительные дела в жизни Петра, в жизни Давида. Конечно, порой в нашей жизни происходят трудности, но всегда эти трудности заканчивались богословением. Да, и мы проповедуем людям в мире прощения грехов. В точности кровь Иисуса простила всех. И Господь сказал, что Боже не воспоминает о наших беззакониях. И мы поем прославление. Одинный день, одинный день, тот день, когда Господь просил все грехи. И даже прославляя Бога такими словами, люди называют себя грешниками. Нет, это не так. Когда мы читаем Библию, это правда, что мы праведны, что наши грехи омылись, что мы сказал, что Боже не вспомнит о наших грехах. Поэтому я постоянно говорил об этом. Несколько лет. 20-й год для нас был удивительным. В апреле, когда у нас была Пасха, из-за коронавируса мы провели онлайн служение. Тогда мы транслировали служение на шести языках, на корейском, на английском, на русском, на китайском, на французском. И на каждом служении присутствовало 2 миллиона человек. Я не мог этому поверить. Да, это сделал Бог, это от Бога. И в мае мы ежегодно проводим евангелизационный семинар. И конечно же мы не смогли провести очное собрание. Поэтому провели в онлайн формате. В около 100 странах работают наши миссионеры. Да, и поэтому наши миссионеры обратились в телеканал с предложением. Вы могли бы транслировать наш семинар? семинар. И тогда 276 телеканалов транслировали наш семинар. И около 1 миллиарда человек смогли услышать слово. И в прошлом октябре мы также транслировали наш семинар. 655 телеканалов транслировали наш семинар. и 2 миллиардам человек кровь Иисуса Христа мы говорили о том, что омыло все наши грехи. Вот что мы сделали. Многие люди услышали это слово удивлялись, получали глубокое впечатление. Мы сильно чувствовали, как действует Бог. следующее утро, когда я вставал, постоянно мне на почту отправляли письма, свидетельства о том, как они получили прощение грехов. Разве только один Петр не прав? Только один Петр отрекся от Иисуса Христа три раза. И у меня много грехов перед Богом, и мне стыдно перед Ним. Но Бог сказал, что Он больше не воспомнит о моих грехах и беззакониях и назвал меня праведным. Так как Господь это справедливый судья. Если Он оправдал нас, то мы праведные люди. Мы не грешники. Мы праведные люди. Я проповедовал это Евангелие. Я думаю, что Господь сильно благословляет человечество. Я был глубоко тронут. Многие люди не верили, критиковали, были наговоры. Это же правда. Так же написано в Библии. Я очень часто вижу, как Господь благословляет. Удивительно. Петр, Петра больше не могут останавливать его грехи. Он сначала был привязан к ним. Он ничего не мог сказать. Он хотел просто пойти ловить рыбы. Но он встретил Иисуса и сказал, я омылся. Ты омылся. Ты будешь спасти моих овец. И с того времени Петр начал работать. Но так же, как Иисус сказал Петру. Иисус сказал оксупак. И даже Иисус говорит вам, что ты праведен, что ты свят, твои грехи омыты. Ты праведен. Ты не грешник. я с тобою. Теперь Петр не привязывается к тому, что он предал Иисуса. Да, он надел на себя силы крови Иисуса. Да, Иисус, прав. Я праведен. Я праведен. Я свят. Хотя я согрешил. Но ты омыл меня и сделал меня белее снега. И я этому поверил. И теперь Господь действует вместе со мной. И Петр встретил храмов у дверях храма. А он просил милостыни. И Петр говорит взгляни на нас. Ну да, я посмотрю, если вы мне дадите деньги. Я посмотрю на вас. Петр сказал серебра и золота у меня нет. Но что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назария встань и ходи. Почему он так сказал? Дух Святой, который пребывал в Иисусе Христе, да, он принял этот дух верою. Так как теперь Иисус Христос тоже пребывает в Петре, точно так же, как работал Иисус и Петр тоже смог поставить храмово на ноги. Да, я тоже становлюсь похожим на Иисуса на Петра. И многие люди исцелялись. Я тоже испытал такие чудеса много раз. Даже Господь всем вам говорит, вы маленькие Иисусы. Вы находитесь под Божьим Духом. Просто принимаете. Примите, что вы праведные люди. Да, вы не были раньше такими. Но так говорит Слово Божье. И когда мы принимаем в глазах Иисуса, мы праведные люди. И когда мы смотрим на себя, тоже мы были праведными в наших глазах. Через Иисуса Христа мы объединились. И деяния Иисуса Христа также происходят в наших сердцах, проявляются через нас. Аллилуйя. Петр сказал, «А серебра и золота у меня нет, но что имеют, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань, не ходи!» Аминь. Дорогие, вы тоже, Петр, у вас есть слабости, у вас есть ошибки, когда вы будете смотреть на них, то у вас не будет смелости работать, вам будет стыдно. Вы не хотите ничего делать? Нет. Иисус уже омыл. Ты теперь свят. Ты праведен. Так говорит нам Библия. Библия говорит, что мы оправдались. Если Господь нас оправдал, то мы праведные люди. Мы отличаемся только одним от Иисуса. Иисус не грешит, и Он праведен. А мы согрешили и стали праведными. Аминь. Да, мы праведные, как Иисус. Иисус в вас пребывает. Теперь отныне вы, пожалуйста, веруете, что Господь с вами. Поэтому Он омыл все мои грехи. Я поверил этому, я принял это. Он во мне. И теперь, если у вас будет такая вера, Иисус Христос будет действовать в вас. В вашем служении, в вашем пастерстве, в вашем свидетельстве, в ваших проповедях. Иисус будет живо действовать. Аминь. Аминь. Больше не смотрите на себя. Больше не смотрите на себя грязного. Даже если вы симпатичные. Не смотрите на себя. Смотрите на Иисуса. Аминь. Не смотрите на себя. Хотя пастор Джозеф красивый, он не должен смотреть на себя. Надо дум верить, что я с Иисусом одно целое. Во мне и в моей душе. Да, я принял свою душу Слово Иисуса. Теперь мы с Иисусом одно целое. Во мне пребывает Иисус. Хотя я не могу. Хотя серебра и золота у меня нет. Но что имею, то даю тебе. Да, во мне пребывает Иисус. Иисус исцелит тебя. И сатана тоже работает. Но Иисус приносит тебе покой. Да, и я принял такого Иисуса. Верую ли этому? Скажите на это Аминь. Аминь. Аллилуйя. Да, прославляем Господа. Аллилуйя. С того дня, хотя я недостойный, ошибаюсь много, я слабый, но я больше не являюсь собою. Иисус живет во мне и видит меня. я тоже стал маленьким Иисусом. Я теперь проявляю Иисуса. Я проявляю славу Божью. Дорогие служители, больше никогда не называйте себя грешниками. Этим самым вы оскорбляете крест Иисуса. Но говорите так. Я был грешником, А теперь я стал чист благодаря крови Иисуса. Теперь я свят благодаря Иисусу. Во мне сейчас живет Иисус. Я принял слово Иисуса верою. Теперь слово пребывает во мне. И Господь будет действовать. Пожалуйста, веруйте так. Если так, то Иисус будет сильно-сильно действовать в вас. За прошлые несколько лет я был хотя негодным человеком, но я видел, как Господь удивительным образом действует через меня. Я хочу, чтобы и вы поверили, чтобы вы исцеляли людей, чтобы через вас произошли пробуждения. И пожалуйста, эту правду передавайте людям, что кровью Иисуса Христа наши грехи омылись, что мы больше не грешники, что мы святые теперь. Да, проповедуйте везде об этом. Иисус скажет, тут ты молодец. Ангелы, доставайте книгу жизни, записывайте имена людей. Аллилуйя. я прославляю имя Господа. Да, грязный, злой человек. Ты такого омыл. Я благодарю за то, что ты меня используешь в делах Евангелия. Давайте мы помолимся. Господь, мы благодарим Тебя, наш Отец. Да, мы были грязными, ужасными грешниками. но ты пришел к нам и на кресте навсегда омыл все наши грехи. Аллилуйя, мы прославляем Тебя. Да, но что тебя обижает и расстраивает? Нас обманул сатана. И несмотря на то, что ты омыл наши грехи на кресте, но мы назвали себя грешниками. Дай познать таким людям правду. дай им поверить, чтобы грехи омылись на кресте, чтобы они освободились от грехов и объединились с Иисусом, чтобы они жили через Иисуса. Дай им плоды, Господь. Да, чтобы служить наших пасторов ты явился, Господь. Благодарим тебя за этот семинар. Да, мы недостойные люди, но получили твою благодать. И благодарим за то, что мы можем проповедовать Евангелие. Господь, благослови нас. Я молился во имя Иисуса Христа. Аминь. Большое вам спасибо.